Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с чем-то необъяснимым. Я захожу в туалет, красочек колда, и дверь так, и-и-и, сзади меня. И всё, я вот так на стенке облокотился, мне страшно, у меня мурашками ручь, слёзы бегут. Мы боимся. У нас затопило весь второй этаж, и проводка загорелась, просто полыхает наверху стена. Иконы все лежат, всё раскидано, ветер. Я понимаю, что это уже не смешно. Вначале умер отец, потом через два года умерла бабушка, а через два года умерла мама. Есть ли в этих событиях мистические причины? Я проснулся, я ничего не помню, что было до этого, и врач говорит, ты убил человека. И я думаю, всё, хана. Я вот, допустим, хожу к нашей бабушке на могилу, да, я прихожу, сажусь и плачу. Экстрасенсы и дипломированные психологи выскажут свои беспристрастные мнения. Открываем старые учебники по детской психиатрии и читаем про состояние. Ничего сверхъестественного, ничего мистического. Его энергия в голову идёт от демонов. Сам себе делаешь здоровье, продвижение, силу воли показываешь свою. Ты мужчина, ты станешь и патентом. Со временем у тебя появится суицид. Ты раб сейчас, и раб очень серьёзный. Мясо называется такие. Он уже к себе не принадлежит. Просто душевно человек расстроился. Он заболел, он нуждается в помощи. При хорошем привороте у нас бы сейчас гроб на колёсах выехал бы с главной героиней. Всё то, что перечислено, это виктимное поведение, инфантилизм, любовная зависимость. Это просто чёрный хайп, чёрный пиар. В вашу жизнь приходят лукавые люди. Первое ток-шоу на российском телевидении, где рациональное и мистическое точки зрения встретятся в одной студии. Все мнения будут услышаны ради того, чтобы найти решение и помочь реальным людям. Здравствуйте, меня зовут Влад Кадони. В эфире Кадони Шоу. История, которую мы обсуждаем в этой студии, точно не оставит вас равнодушными. Ведь столкнуться с ними может любой из нас. Подмосковное Мытище, деревня Капустина. Шикарный особняк на берегу Клязьминского водохранилища. Этот дом достался Анне в наследство от дедушки. Вот это родовое поместье, оно когда-то полностью принадлежало нашей семье. Снаружи это настоящий дворец. Но вот внутри... С того момента, как Анна вступила в наследство, ее жизнь в этом доме стала невыносимой. Сначала здесь случился пожар. Вот здесь все полыхало. Просто синим пламенем мы действительно могли умереть. Затем потоп. Все залило, щиток замкнуло. И после этого у нас не стало электричества. После в дом проникли какие-то люди и разгромили его. То пожар, то потоп, то захват. То вот эти звезды, какие-то оккультные книги я обнаружила тоже на чердаке. А когда хозяйка разбирала последствия пожара, обнаружила страшное. Пентаграмму, просто сатанинскую звезду стало очень жутко. Как получилось, что вместе с домом в наследство Анне достались все эти напасти? Им можно ли остановить эту череду катастроф? Наследство от дедушки. Тема нашей сегодняшней программы. В нашей студии Анна Корижская. Здравствуйте. Как получилось, что и дом и горел, и тонул, и рейдерский захват? Это что такое? Мне самой не верится во все эти несчастья. Все вообще на самом деле началось еще с 90-х годов, когда дом построили. То есть у нас был старый дом. Он стоял тоже на этом же участке, но немножко вот там подальше. И дом сгорел дотла, на этом же участке был построен другой дом. Он такой достаточно большой. На тот момент он был прям вызову общества. 90-е годы все, ну как бы так. И многие завидовали, то есть как бы соседи там многие проклинали. Такая энергетика не очень хорошая. И вот новенький дом, произошел пожар. Причиновый сгорание что назвали? У нас с соседом одна стена. Он приложил шумоизоляцию. Мы жгли камин, но раньше мы всегда его жгли. То есть загорелась прям стена. То есть это из-за стройматериала, который положил сосед. Потоп, к сожалению, не в этот же момент начался. Она началась сильно позже. Потоп, да. Там что-то протекло с трубами, случилось. У нас затопило весь второй этаж. И там протекло, и облупилась стена ни с того ни с сего. То есть прям вот грибок, плесень черная. Мы действительно исследовали. То есть объяснений этому нет. Загородный дом, наследство, да? То горит, то тонет. Но вы в этом во всем узрели мистику. Я правильно понимаю? Да. Самое прям страшное то, что вот произошло. Мы с мужем стали потихоньку там делать ремонт. И подняли линолеум на первом этаже. И мы обнаружили звезду вот эту сатанинскую. Стало очень страшно. И я подумала, что, наверное, вот эти все несчастья как-то связаны с какой-то магией. Честно говоря, я даже не знаю, на кого думать. Я подозреваю вплоть всех, да, соседа. Вот фантом владеет второй половиной. Мы с ним судимся. Посадил на наркотики моего брата. Он дружил с ним с детства. И брат, имея доверенность генеральную от дедушки, все ему якобы продал. Меня выгнали беременную на девятом месяце рейдерским захватом. Об этом есть репортажи по нескольким телеканалам. То есть это действительно судебная долгая история. И этот человек сейчас со мной, вот как раз от него начался пожар, все равно делит дом. У меня есть подозрение, что он тоже какие-то производит магические ритуалы. Потому что однажды он выставил зеркало, прямо, ну вот, около своей половины, чтобы наше отражалось. Начало нам не вести в судебных процессах. А судимся мы как раз с ним. Мы обратимся к нашим экстрасенсам и узнаем, есть ли какой-то вообще такой обряд, чтобы во время судебных заседаний зеркало выставляли для того, чтобы там какие-то дела шли не в ту сторону. Кажетов. Вообще в восточной практике есть такая магия, когда ставишь зеркала, мылом мёртвого человека вот так мажешь, выставляешь на того, кого этого, и ты его всю силу забираешь. Есть такое. Ужас какой. Но я вижу, у него зеркало не было, вот этим мёртвым мылом не сделано. Видите, что самое подозрительное в том, что я в день суда, когда был самый такой наш решающий суд, который я выиграла, я убрала специально это зеркало на его же участок, но только в проход подальше отодвинула, чтобы не отражался наш дом. И это заседание мы выиграли. И вот на днях, когда я уже обратилась, передача, оно разбивается. То есть оно вот каким-то образом разбилось. То есть, ну, и прям ещё голубь залетел в окно вот вчера. Анечка, я уже понял, что ещё немного. Ну, правда, мне страшно там находиться. Я действительно это всё не выдумывала. Анечка, ещё немножко мне будет страшно с вами рядом находиться. Иван, вы юрист. Для вас вообще вот слово проклятие должно не существовать, как вот в принципе, как слово даже в русском языке. Но вы когда-нибудь с какими-то такими симптомами сталкивались у себя в доме? Вы знаете, я так скажу. Так как у меня было много различных дел, в том числе связанных с разделом недвижимости, зачастую, к сожалению, люди действительно начинают себе преувеличивать. Вот эта вот ненависть между хозяевами разных частей одного и того же строения, когда ты, например, стремишься к тому, чтобы там заполучить там недвижимость, или наоборот, ты считаешь, что тебе кто-то не даёт это сделать. То ты дополнительно себе можешь программировать огромное количество врагов. Вот они так сильно желают там заполучить каким-то объектом, что начинают уже там слышать им какие-то странные голоса, казаться, что что-то перемещают какие-то предметы. В общем, вы не верите, вы с этим не сталкиваетесь. Я правильно понимаю? Конечно. Конечно. Ответьте на один вопрос рациональный. Да. Если бы у меня был кусок дома, не важно, половина, одна четверть, да? Кстати, я принесла кусок дома. Это прекрасно, великолепно, да. И он бы там горел, тонул суды, рейдерские захваты. Первым делом, что бы я сделал, я бы подумал, божечки, может, я продам просто, а? Пробовали на продажу выставлять, там люди сразу, ну, сначала впечатляются, а потом, когда заходят, говорят, ну, это вообще там всё, там и крыша течёт, помимо всего прочего, с фундамент подтекает. Если вот сейчас они её будут продавать, они продадут за одну четвёртую стоимость, потому что у них неразделённая земля, у них, значит, огромное количество всяких разных проблем, да, там, связанных, да, и так далее. Что здесь происходит? Люди друг друга ненавидят. Я предлагаю посмотреть, что когда-то, когда-то вы жили без всего этого ада в вашей жизни, и, в принципе, были счастливой женщиной, да? Посмотрим сюжет на эту тему. Он такой большой, что даже не вмещается в кадр. А тут всё после пожара у нас. Видишь, какая. Да. Эхо, дай мне чуть-чуть поснимать. Да, сейчас, сейчас. Я ещё сам не освоился, потом дам тебе поснимать. Так ты уже снимаешь? Да. Ой, молодец какой. А кто это там сидит, а? Кто это там? Ух ты! Ух ты! Посмотрите, какая милота. Это дедушка, который ещё живой. Это молоденькая наша героиня Анна. Живой ваш дедушка. Нормально же всё было. Да, да, всё действительно. Потопов не было, пожаров не было. Почему они начались именно после его смерти? Может быть, он такой сильно энергетический человек? Может быть, он как-то защищал? Может быть, это родовое проклятие тоже может быть, да? Аня, Аня, вы сейчас на себя наговорите, там, знаете, до родового проклятия. Мне правда очень страшно в этом доме жить, находиться, эти явления там. Аня, даже мне жутко уже страшно про это слушать. Смотрите, я вам предлагаю раз и навсегда поставить вообще точку в истории с проклятием вашего дома. Либо выяснить с помощью экстрасенсов, что он проклят, и найти, собственно говоря, корешки из ваших подозреваемых, да? Либо выяснить там, ну что, вот он не проклят, и просто вот вам повезло. Ну да, я только порадуюсь, да. Готовы к этому? Готовы, конечно. Именно для этого мы попросили, чтобы вы привезли кусочек вашего замечательного дома. Хорошо. Один изнутри, а второй вот снаружи. Я предлагаю, на самом деле, обратиться к Кажете Ахмеджановой, известнейшая шаманка. Она сможет, на мой взгляд, посмотреть и поработать с этим камнем, и определить, есть ли там какое-то магическое воздействие. Кажета, ты готова за это взять? Да, да. Мы специально для этого, Анна, оборудовали в нашей студии тайную комнату, для того, чтобы не нарушать таинство магии. Кажета, куда, собственно говоря, Кажета вместе с этим предметом и отправится. Кажета, спасибо тебе огромное. Возьми, пожалуйста. Я пока абсолютно четко для себя понял, осознал, что вам очень сильно повезло с соседом. Пока главный злодей в этой истории – это он. Суды, претензии и прочее. Ну, не только он. То есть, в принципе, у меня много подозреваемых. Мне бы не хотелось, конечно, об этом говорить, но я очень подозреваю свою свекровь. Как она-то попала в список подозреваемых? Она же близкий человек. Знаете, каким образом? Я у себя под матрасом на супружеском ложе обнаружила икону, завернутую в черную ткань. Ника, скажи мне, пожалуйста, насколько мне известно, вот иконы, завернутые в черную ткань – это какая-то сложная, такая специфическая там парчевая история или нет? Или это мне кажется? Ну, смотря, что с этой иконой сделали. Ну да, мы не знаем, что с ней сделали, естественно. На богатство и процветание эту икону. Так что зря вы свою свекровь подозреваете. Может быть, она хотела меня соединить с моим сыном. Она хотела вас больше обезопасить. Не, не, подожди, Оль, Оль, вот здесь… Ну, может быть, да, ну почему не призналась тогда, когда нашли, почему не призналась? Оль, ну на какое богатство? На богатство и на… Защита, просто была защита сделана. Оля, Оль, богатство и процветание – это дарится в открытую. Вот я тебе дарю пожелание… Не всегда, Влад, не всегда. …тайно подкладывать в черной ткани… Не всегда, Влад, не всегда. Аня, ну вот вы согласны с этой версией? Вы знаете, икона была с моего иконостаса. То есть с иконостаса, где мои вот иконы семьи старинные, то есть вот кто-то взял, просто завернул и это. Это странно уже само по себе. Это странный подарок, да, Оль? Конечно. Она бы тогда подарила или потом призналась бы, сказала, а я вам там хотела сделать хорошее. Давайте смотрите, я предлагаю так. Когда хотят защитить, не всегда показывают. Оль, Линка, тайком взять, извини меня, да, но это странно. Да, вы знаете, это было еще до свадьбы, может быть, она хотела меня как-то приворожить. Фатим, икона завернутая в ткань, это у нас на богатство или на… Ни разу не на богатство. Самые страшные вещи делают типа воцерковленные люди и делают это на иконах. И делают это. Если это кладется в постель, значит, она личностные отношения. Что она хотела сделать? Выгода от богатого дома соединить с сыном? Либо, наоборот, вас развести? Это уже другой умысел, надо смотреть. Но сейчас у нас очень плохие отношения. Оксана, ты так немножко возмущенно киваешь голову, что случилось? Да, Влад, знаешь, мне кажется, это так интересно для нашей героини. Когда вот с этим объектом, который она отколотила сегодня у своего дома, экстрасенс ушел в тайную комнату, у нашей героини засветились глаза. Героиня в поисках чего-то, порчи, сглаза, чего угодно. Это так интересно. Вы работаете? У вас есть какое-то хобби? Ну, есть, конечно. Только хобби, работы нет? Постоянной нет. Ну да, то есть поэтому очень много времени для поисков чего-то, что точно будет… Может быть, у нее заблестели глаза, потому что… Она стала частью этой большой истории. Частью того, что сейчас Кажета Ахмеджанова решит ее проблему с домом. Конечно, конечно. Может быть такое? Поверьте мне, вот наша героиня, там останется два кирпича, и она будет за них бороться. Потому что в новом доме нужно будет искать нового врага, который нанесет на него порчу, и я буду снова с этой порчей бороться. А тут же все работает. И зеркала, и полдома, и еще можно одну четвертую какому-нибудь наркоману отдать. И за одну четвертую. Тут так кипит жизнь у нашей героини, что она никогда не откажется. Я понимаю, но я не могу Оксану выгнать из студии, потому что вы тоже считаете, что она что-то делает с вашим домом. Просто одно дело, когда мы говорим про чужих людей. Там готовы послушать адвокаты, там завистников, кого угодно. Но давайте по-честному. Анна обвиняет свекровь. Для меня это все-таки, знаете, это родной человек, это враг. В собственном доме. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Сразу после рекламы свекровь Анны в нашей студии, что она ответит на обвинение. Подмосковные мытищи. Деревня Капустина. Шикарный особняк на берегу Клязьминского водохранилища. Этот дом достался Анне в наследство от дедушки. С того момента, как Анна вступила в наследство, ее жизнь в этом доме стала невыносимой. Сначала здесь случился пожар. Вот здесь все полыхало. Просто синим пламенем мы действительно могли умереть. Затем потом. Все залило, щиток замкнуло. И после этого у нас не стало электричества. В своих несчастьях Анна обвиняет соседа, с которым у них давний конфликт. Он посадил на наркотики моего брата, он дружил с ним с детства. И брат, имея доверенность генеральной от дедушки, все ему якобы продал. Что здесь происходит? Люди друг друга ненавидят. А также подозрения Анны падают на свекровь, которую она обвиняет в колдовстве. Я у себя под матрасом на супружеском ложе обнаружила икону, завернутую в черную ткань. Самые страшные вещи делают типа воцерковленные люди и делают это на иконах. Действительно ли кто-то проклял наследный дом Анны? Чтобы выяснить это, в тайную комнату отправилась потомственная шаманка Кажетта Ахмеджанова. Кажетта, ты готова за это взять? Череда совпадений или проклятие семейного дома. В эфире Кадони Шоу. Тема нашей программы сегодня. Наследство от дедушки до ухода на рекламу. Анна рассказала нам, как ее огромный особняк мытищик, оставшийся ей в наследство от дедушки превратился в сарай, непригодный для проживания. Анна уверена, что на доме проклятие. Давайте свяжемся с тайной комнатой и узнаем. Кажетта, ты слышишь меня? Да. Кажетта, скажи, пожалуйста, ты посмотрела камня? Вот я смотрю на камень, смотрю на судьбу этого дома. Дом изначально построен на трансионных полях, и он стоит на разломе земли. Неправильно. Там нет флюгера, там зона везде, то одна холодная, то горячая. И в этом доме барракад не живет. Дух достатка. Когда жил дедушка ихний, вообще он был из древнего богатого рода. Почему он это построил, это его была мечта. Сама судьба помогала строительству этого дома. Когда дедушка уже уходил, этот дом пришел в разлом. Здесь и домовой недоволен. Живет здесь домовой старый старец. Я смотрю, Кажетта Ахмеджанова очень глубоко погрузилась в историю этого дома. Самое главное, Кажетта, пожалуйста, найди ответ на вопрос, который вас больше всего волнует, есть ли на этом доме проклятие. А пока в нашей студии появится прямо сейчас свекровь. Она сегодня тоже здесь. Самое время вам объясниться. Валентина Ивановна, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Аня, у тебя совесть есть? Ты чего меня позоришь на всю страну, а? Как тебе не стыдно? Какая мистика, а? Что я, какую порчу я на тебя навожу? Валентина Ивановна, я подозреваю всех. Мне главное выяснить, кто действительно. Аня, послушай меня, дорогая. Может быть, ты народу расскажешь, как ты живешь дома в быту? Может быть, и мистика вся закончится? Что ты не стираешь, не убираешь, за ребенком не смотришь? Что ты делаешь? Я не справляюсь с объемами. Убегаешь из дома. С объемами дома я не справляюсь. У меня была домработница всегда. Я привыкла к такой жизни. Я просто не справляюсь физически с таким большим домом. Мало ли, что ты привыкла. Если у тебя родился ребенок, ты должна выполнять обязанности матери. Матери, понимаешь? Бросать ребенка. Трехлетнего ребенка. Одного в доме. На 12 часов бросает, уходит. Куда ты бегаешь? По Алинам? Подружка у тебя такая Алина есть. Куда тебя таскает? По гадалкам. Я правильно понимаю, что Аня, это не жертва обстоятельств, да? А это вот она и плохая мать, судя по вашим словам. Она отвратительная мать. Отвратительная? Даже не плохая? Просто отвратительная. Она никакая мать. А почему вы так считаете? Я считаю. Ну, потому что нормальные мать, извините, своих детей не бросают. Аня, а почему вы... Я не бросала. Ребенок ходил в частный садик. Я могла оставить там на ночевку, но это все обговаривалось. То есть там воспитатели. И я ездила с Алиной. Просто мы ездили, пытались справиться с этим проклятием. Но она хотела мне помочь. Как получилось, что дом-то важнее, чем ребенок? Вы мне это объясните. Ну, потому что ребенку в этом доме жить с ребенком ничего страшного бы не произошло. Она под присмотром была... А почему вы бабушке не отдали? Ну, потому что я ей не доверяю. Даже вот ребенку... Ну, вы с ней живете, я правильно понимаю? У меня складывается впечатление, что вы друг друга не очень любите, да? Я ее терпеть не могу за ее поведение. Это взаимно, Валентина Ивановна. Но, по сути, вы как оказались вместе на одной жилплощади? А, потому что нам пришлось продать свою квартиру, выручить, извините меня, одну треть дома выкупить у Антона. Да, потому что брат продал свою долю тоже, и Антон с нами был бы не просто соседом, а в нашем доме бы тоже имел бы этаж. Дальше мы по суду вложили 3 миллиона 800, Антона перечислили. Так. За... За треть. За одну треть доли. Да. Ну, потом этот Антон целый год нас не пускал, стрелял в меня из пистолета. Да, Антон нас не пускал, когда мы зашли уже с этим судебным решением, он применил оружие. То есть, ну... А вот это фотография Антона, доброго, прекрасного вот этого мужчины. Да. Вот этот мужчина вас стрелял. Да. Валентина Ивановна продала квартиру, да. Я пошла на такую жертву, продать свою квартиру. Согласен, согласен. Это жертва, но мне кажется, вы это сделали из-за своей выгоды. Вы же потом начали, подпиши весь дом моему сыну, то есть, как бы, в принципе, я считаю, что вы... Не, ну а как ты хотела? Все имущество на тебе. А почему весь дом-то подписать? Ты бегаешь. Я действительно вас боюсь. Мне приходится ходить по гадалкам, там, ну ничего не помогает. То есть, я уже вплоть до телевидения дошла, чтобы как-то себя обезопасить. Подождите, ходить по гадалкам вы хотели обезопасить себя от тёщи? От свекрови, конечно. А что с ней не так? Ну, она колдует. Мне кажется, что она вот насылает какие-то проклятия. Она никому ничего не влияет. Валентина Ивановна, значит, вас обвиняют конкретно, что была икона, чёрная ткань. Куда-то вы её там подкладывали. Книжки с ритуальными какими-то историями по дому перемещаются. Вот я хочу понять. Вы к этому имеете отношение? Мой сын с ней живёт 11 лет. Вот честно, самое лучшее бы счастье, бы с ней было бы развестись. Такая психика не выдерживает, что она вытворяет. Но я дала честное слово, ребят, вот честное слово дала деду перед смертью. Он меня вот так за руку взял за два часа своей смерти и просил. Валентюша, прошу тебя, не бросай мою Анечку. Я дала ему честное слово. Всё, вот дала, всё, терплю. Это мой крест. Валентина Ивановна, я так понял, что вы тоже сторонница концепции вообще продать эту часть дому, правильно? Я бы с удовольствием продала бы и вернула бы свою квартиру. Давайте мы в интернет сейчас обратимся. Там огромное количество информации люди черпают для себя. И в том числе, вот что мы нашли по запросу, как понять, проклят твой дом или нет. Внимание на экран. Бывало ли у вас или у ваших знакомых, что домой совсем не хочется приходить? Беспричинно портятся вещи, пропадают деньги, постоянные ссоры в семье. Всё это может быть сигналом того, что на доме есть порча. Не спешите подавать на развод. Сначала проверьте все признаки. Среди них могут быть постоянное увядание растений. Негативная энергетика заражает всё живое в доме. Болезнь или смерть питомца. Появившаяся плесень. Часто ломаются мебель, посуда, бытовые приборы. Могут появиться вредители, вредные насекомые, тараканы или мыши, от которых сложно избавиться. Постоянно возникает такое чувство, что кроме вас в помещении ещё кто-то есть, что за вами следят, наблюдают. Аня кивала головой, чтобы вы понимали на всё, что она слышала, на все симптомы. Это то, что видят люди, когда заходят в интернет и забивают в поисковике, как определить, проклят ли мой дом. Вот нам нужно сейчас людям, которые вот это всё прочитали, да, дать оценку, чтобы они понимали, это правда или их разводит. Все, что показали, это действительно так. Там ещё не хватает то, что в доме, если нарушен баланс или есть какие-то проклятия, проклятие дома никогда не будет без проклятия жильцов дома, да. Вот, само по себе, либо кто-то делится за наследство. Появляется очень большое количество муравьёв, очень большое неожиданное количество там пчёл, тараканов, ну каких-то насекомых, они проявляются. Вопрос заключается в следующем. А почему появляется та же плесень и всё остальное, помимо негативно-магической истории, дело в том, что люди начинают в этом доме ослабевать, и они энергетически становятся неряшливыми. То, что свекровь обвиняет её в том, что она плохая хозяйка, это может быть результатом... Это делает каждая свекровь, это святое. Я с сюжетом немножечко не согласна. По мне, это не проклятие на доме, а так маленький сглазик. Так, а проклятие? Потому что когда тебя ноги не несут домой, это ещё маленькая стадия на самом деле. Когда дом по-настоящему проклят, ты не можешь оттуда выйти просто банально по состоянию здоровья. Ты всё меньше и меньше с каждым днём ходишь, ты всё сильнее и сильнее болеешь, и всё больше и больше времени проводишь в постели. Вот это, это проклятие. В интернете много чего пишут, и пишут в первую очередь живые люди, настоящие люди. Никакой мастер, который работает с такими вещами, всю правду вам никогда не напишет, тем более реальные какие-то вещи. Всё, что там собрано в интернете, это всего лишь навсего поверхностные вещи. И полагаться на это, и тем более следовать этому, и уж тем более по этим приметам подозревать, что ваш дом проклят, это оно сущая глупость. А вот скажите, пожалуйста, как объяснить? Вот сосед... Который вас стрелял? Да. Так. Бегал к Азе Петренко. Я не знаю, что она ему там насоветовала, но он приволок зеркало и простояла целый год. Вы считаете, что Аза Петренко посоветовала ему против вас поставить зеркало? Ну, сам бы он не догадался, точно. За кулицами у нас находится, вы не поверите, Аза Петренко. И мне кажется, она дико удивлена тому, что она сейчас услышала. Встречаем ее в нашей студии. Я никогда ее в глазах не видела. Я тоже. Вот и познакомитесь. Здравствуйте, Аза. Здравствуйте, уважаемые соседи. Ну, Аза. Что происходит у нас по соседству, даже не знала. Аза Петренко, конечно. Аза, посмотри, пожалуйста, на дом. Ты его узнаешь, это ваш дом, из твоего поселка. Наверное. Честно сказать, когда сказали, что по соседству, мне очень интересно стало, я даже не знала, что у нас в нашем поселке, я не знаю, деревне, происходят такие страсти, что кто-то, тем более, упаси Господь, поверьте, ко мне можно прийти, только получить благо. И процветание. И если бы вы пришли ко мне, уже бы там было давно процветание. Почему, если пошли такие слухи, что Акази, Петренко, там кто-то ходит, вы живете с ней в одном поселке. Ну так вы дойдите ножками, там условно, да, сколько там, 10 домов надо пройти и сказать, Аза, вот тут такие у нас там беда. Почему вы к ней лично-то не обратились? Ну как можно постучаться, не зная человека в чужой дом? У нас так не принято. Ну а как можно сказать, не зная человека, что вам кто-то плохо сделал, или вам кто-то плохо пожелал? Он у нас в поселке, очень хорошие соседи. А скажите честно, если бы к тебе пришли и сказали, слушай, у нас там дом разваливается, а ты помогла? Конечно. Единственное, что вот я послушала за кулисами, вы меня простите, дорогие женщины, вот вы красивая, вы светлая, будьте изнутри такой же светлой. Вот вы вышли, ни за что бабушку сразу обвинили, она вам порть сделала, ну и вы живете в одном доме. В том доме, где нету ссор, где нету грязи, и такой, и настоящий, никогда ничего не возьмется. Но Аза, тем временем, у нас в тайной комнате находится Кажета Ахмеджанова. И она сейчас проводит свое расследование. Есть на доме проклятие или нет? И кто знает? Может быть, и она сейчас найдет след Азы Петренко. Готов ли у тебя какой-то вердикт по расследованию? Я вижу в этом доме большие слезы строителей. Было 4 или 5 строителей, которые строили этот дом. Штукатурщики, которые цемент развешивали. И дедушка обещал деньги им. В тот момент произошла инфляция. И он не заплатил. Эти люди до сих пор вспоминают тот момент, как будто они в рабство попали. И до сих пор эти люди в горечи. Возможно, что-то там могло произойти. Дедушка всех нанимал на работу, но никому не плачет. Ну нет, ну ладно, Валентина Ивановна. Это правда, Анна, это правда. Дом работницы он задерживал, но потом расплачивалась. Там были... Он никогда не любил никому выплачивать. Никогда. По поводу этой версии я не могу что-то однозначное сказать. Может быть, такое могло и быть. Сейчас мы ненамного прервемся. И сразу после рекламы муж Анны, он уверяет, что точно знает, кто навел порчу. И у нас третий подозреваемый. Подмосковные мытищи. Деревня Капустина. Шикарный особняк на берегу Клязьминского водохранилища. Этот дом достался Анне в наследство от дедушки. Мне правда очень страшно в этом доме жить, находиться, эти явления. По мне это не проклятие на доме, а так маленький сглазик. С того момента, как Анна вступила в наследство, ее жизнь в этом доме стала невыносимой. Сначала здесь случился пожар, затем потоп и бесконечные судебные тяжбы с соседом. Может быть, это родовой проклятие. Я услышу, Аня, 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 остановись, вы сейчас на себя наговорите. Свекровь считает, что проблема исходит от самой Анны. Ты не стираешь, не убираешь, за ребенком не смотришь. Она отвратительная мать. Но одного подозреваемого свекрови показалось мало. И она привлекла к ответственности цыганскую ясновидящую Азу Петренко, которая не на шутку удивилась. Что происходит у нас по соседству, даже не знала. Тем временем, в тайной комнате потомственная шаманка Кажетта выяснила новые подробности. Я вижу в этом доме большие слезы строителей. Эти люди до сих пор вспоминают тот момент, как будто они в рабство попали. Что же на самом деле происходит с этим злополучным домом? В эфире Кадони Шоу в центре нашего внимания сегодня наследство от дедушки. К нашему разговору присоединяется супруг Анна. У него есть свои подозреваемые. И это не Аза Петренко. Небольшой спойлер. Встречаем Владислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот справа сидит мама. Правильно я понимаю? Слева сидит Анна. А между ними война. Вам не кажется? Кажется уже давно. На самом деле, мама, Аня, ну прекратите, реально. Это, ну, ну это ужасно. Я ее обожаю, когда она обучаемая. Ну, она обучает. Я уже забыла. Так, она обучаема. Она прекрасно обучаема. Ну, мама же колдует эти книги. Кто? Мама колдует? Ну, что-то, да. У нас в доме что-то происходит всегда. Какие-то книги. Ну, нет. То, что у нас в доме происходит, это действительно у нас происходит. А почему? Какое объяснение еще может быть? Кто среди нас может подкидывать какие-то вещи? А что-то это что? Вот вы как это себе объясняете? Вы знаете, моя жизнь разделяется на мистическую и домистическую жизнь. Это так, что, ну, раньше я, ну, до встречи с Саной я жил в своей квартире. А потом, когда я уже, ну, переехал в дом к Анатолию Филипповичу, к Ане, то есть там реально начала происходить мистика. И у меня вообще был шок. Это когда мы после свадьбы нашли икону. Ваша супруга утверждает, что это мама подложила. Помните, иконой благословляют, сохраняют семейный очаг. Невозможно сделать иконой плохо. Понятно, понятно. Где бы ни была икона. Мы думали наоборот, то, что это в черной как-то, да. Сам факт того, что в черной тряпке, ну, Богоматерь в черной тряпке, это шок. Чтоб не запачкалось, еще что-то, все что угодно. Прям вот, прям вот матрас. На иконе сделать плохое нереально. Нереально. Аза, Аз, ну, подожди. Нереально? Это, возможно, в рамках цыганской магии. Но вообще есть достаточно много историй, когда... Молодожены им делают на иконе. Только защищают брак, благословляют... Ну, давай не будем спорить. Давай мы лучше определимся в следующей истории. Благословляют свекровь, когда в руках держат. И не только свекровь. Извините. А я их не благословляла. А почему? А вот почему? Ты нас очень благословляла. Политина Ивановна. Ваши дети до сих пор живут в детском благословлении. Ну, смотрите, правда, сидит семейная пара. Довольная и счастливая. Вы, правда, до сих пор против брака? А кто нам свадьбу играл? Ты нам свадьбу. Я сыграла свадьбу. Но не благословила. А это как проклятие. Да. Так. Валентин Ивановна, ну уже пора. Владислав, скажите мне, пожалуйста, у вас, вот, у Анны подозреваемые понятны. У вас подозреваемые кто? У меня еще есть подозреваемые. Это Алина. Я знаю, что вот она ходит как раз по гадалкам. Она пыталась мне помочь. Она пыталась мне помочь. Очень умеет. Я к ней обратилась. Алина, говорю, отведи меня куда. Ты же знаешь, мы ездили с ней в Самару. То есть она мне пыталась помочь. Вот зачем она тебя увезла в эту Самару? Зачем? Ну как это? Я ее попросила. Я знаю, сколько специалистов. Чего она тебя в Самару-то везет-то? У нас сегодня все ваши подозреваемые соберутся в этой студии, потому что Алина тоже здесь. Она приехала. Встречаем в нашей студии Алина. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Всем добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, Алина. Спасибо. Итак, Алин, вас обвиняют в том, что вы прокляли дом, в котором живет Анна и Влад. Влад вас подозревает. Как я могу проклинать этот дом, если я постоянно помогаю? Алина, ты всегда куда-то таскаешь Аню по каким-то гадалкам. Ты всегда ходишь к каким-то гадалкам. Ну, это не по гадалкам. Это не гадалка, как сказать. Это просто как психолог. Вы ездили в Самару зачем? Ну, я ездила решать свои вопросы с недвижимостью в первую очередь. И Аня говорит, у меня такая ситуация сложная, мне плохо психологически. Как бы, если сложно, там, не бросить же человека. Говорю, ну, хочешь, поехали со мной, да? Ну, как по-дружески, да? Я же не знала всех подводных ко мне. По-дружески на сколько дней, Алин? Как ты не знаешь, ты все знаешь, что у нас происходит дома? Алин, ты у нас всегда дома? Нет, ну, Алина мне помогает. Действительно, мне стало полегче после поездки с Алиной. Мне действительно как-то вот дела начали налаживаться. Если у вас дела налаживались, вы чего в нашей студии-то оказались? А потом опять пришли в упадок. Надо опять есть в Самару. Просто, ребят, давайте по-честному. На самом деле... Вы меня простите, ради бога, конечно. Вот мы сейчас сидим посерьезки, да? Разбираемся в этой ситуации. Пытаемся понять. У вас и пожары там, и у вас три человека хихоньки-дахахоньки. Вы вышли как бы на таком накомизме. Анечка все время зашучивает всю вот эту вот историю. Я поэтому не понимаю. Если правду... Это чтобы не пришлось заплакать. Приезжайте, посмотрите, вы обалдеете. Честное слово. Даже Алина подтвердит, что там, ну, явно какая-то мистика там замешана просто. Кстати, Алина помогала тушить пожар, когда у нас был потоп и зеленый. Ань, Ань, вы прекрасно вывели корпоратива. В первом пожаре Алина мне жизнь спасла. Это правда. Она меня разбудила. Влад, почему вы считаете, что Алина может проклясть ваш дом? Ну, потому что она нам завидует. Если она завидует, давайте аргументы. Алин, мне вот всегда, вот честно, мне непонятно. Почему ты всегда настраиваешь Аню против меня? Ты не настраивает она. Настраивает, настраивает. Да честно, ты себе выдумываешь, не настраивает, ничего подобного. Почему ты всегда оставляешь ее дома у себя? Я не знаю, если человек приходит среди ночи, да, слеза говорит. Мне плохо, у меня такая ситуация. И там плохая ситуация в доме. А какая ситуация? Скорость и свекровь. Это колдовство. Я же боюсь, у меня страшно ночевать, находиться в доме. Ну и раз страшно. Я хочу, чтобы из этой студии вы уехали с решением вашей проблемы. У нас, скажите, Ахмеджанова сейчас уже там сидит в этой комнате ритуальной с вашим камнем. Уже на протяжении всего этого разговора пытается разобраться. Давайте сейчас мы последний раз, что называется, свяжемся с тайной комнатой. Уже поставим точку в истории с проклятием, есть оно или нет. И потом уже разберемся, что с вами со всеми делать. Кажета, скажи мне, пожалуйста, моя хорошая. В итоге, кроме вот этих всех историй там с семьями, с рабочими и прочее, увидела ли ты, есть ли там проклятие, нет ли там проклятия? Давай какой-то уже вот вердикт. Вердикт у меня такой, у них в доме не живет дух любви. Каждый они живут порозень. У каждого у них свой мир, и они потеряли любовь. Каждый день в этом доме скандалы. Каждый по-разному кушает. У деда, смотри, огромная энергия. Как он ушел, у них нету в семье энергии объединения. Смотри, у нас в студии есть люди, которых подозревают, это и свекровь, и сама Аня, и ее супруг, и их подруга, и даже Аза Петренко, которую они во всю эту историю как бы вплели. Вот смотри, мы можем посмотреть, как-то они связаны с этими неприятностями или нет. Тебе вещи их личные нужны или нет? Передайте, пожалуйста, нужные, я посмотрю. Хорошо, давайте, если вы не против, можно личные вещи у вас попросить? Да, конечно, сережку подойдет, да? Подойдет, Сережка, конечно, да. Мы вам все вернем, расчет прекрасно. Мы все вам вернем после... Предсказатель помог наконец-то рассеять, что я как бы не враг этой семьи. Кольцо. Кольцо давайте, Влад, у вас личный вид. О, прям по-цыгански пошло нормально, золото собираются всех. Нечего дать. Давай карту. Могу шнурок отдать. Влад, Влад, вам все вернут, не переживайте. Да нет, я не переживаю. Влад, можно я скажу? На самом деле, вы видели, Кажетта сказал главную вещь. Как умер дед, из дома ушло. Благословление и любовь. Что нужно сделать? Благословление и любовь вернуть для начала. Не только вы думаете, что на доме есть какое-то там воздействие или даже порча. Есть огромное количество людей. И мы решили узнать, а что на этот счет говорит интернет? Что нужно сделать для того, чтобы снять со своего дома порчу? Сейчас мы посмотрим этот сюжет. Существует несколько простых способов очищения дома от порчи. Первый – с использованием соли. Подойдет соль, которая уже давно стоит в доме и напиталась его энергетикой. Ее нужно прокалить на сковороде и разложить по углам дома. Для второго способа понадобится шесть восковых свечей. Их следует скрутить жгутом и поджечь. А затем по часовой стрелке обойти все комнаты со свечами. Если же порчи нет, но вы хотите от нее защититься, то соблюдайте простые правила. Не впускайте домой незнакомцев. Чаще наводите порядок. Если вы нашли подозрительные вещи, избавьтесь от них. А еще купите растения. Они способны впитывать негативную энергетику. Если дома добро и уют, то злу сложнее будет туда пробраться. Скажи, пожалуйста, Ань, у тебя вообще возникала какая-то мысль обратиться с этим вопросом к экстрасенсу? Или вообще хотя бы попробовать элементарные советы, которые есть? Мы сейчас сюда обратились, потому что мы нашли звезду. Это было последней капли. А так до этого я все-таки больше думала, священника, может быть, надо пригласить. Мне хочется понять, уважаемые эксперты, те советы, которые вы сейчас услышали в интернете, насколько они действенные вообще, насколько они рабочие, Ника. Ну, на самом деле, крайне мало советов. На самом деле, работа должна быть гораздо более тщательной, особенно если на доме действительно что-то серьезное. Надо вымести абсолютно все, мало ли, где в каком углу найдется могильная земля. Все вычистить. Генеральная максимальная уборка, разбор вещей, потому что там тоже может быть что-то угодно подложено в любой шкаф, в любой ящик. Ну, и как минимум веник по уйне прожечь, каждую стенку, каждый угол. Но это вообще, на самом деле, очень-очень мало. Работа гораздо более серьезная требуется, если и проклятие серьезное. Вот все, что там делается, пусть делают люди. Плохого это не сделают. Главное, без фанатизма не заморачиваться на этой истории. Но, по крайней мере, пока они будут эту зелень сажать, листочки вытирать, у них хоть любовь к жизни появится, внимание к себе. Хорошо. Оксан, вот скажи, пожалуйста, возникала когда-нибудь мысль, не знаю, почистить самостоятельно пространство, в котором ты живешь? И если возникало, как ты это реализовывала? Вообще-то, мне кажется, у любого адекватного человека периодически, минимум раз в неделю, возникает желание почистить свое пространство. Только у наших героев почему-то именно этого желания не возникло. Поэтому все, что сказано в вашем ролике, да, конечно же, если у вас появилась навязчивая или ненавязчивая идея, и что вас кто-то проклял, и ваш дом там, цветы засыхают там, где их не подрезают и не меняют воду в вазе. Если вам кажется, что эти истории вам помогут, конечно, сделать. Ну, православную свечку прожечь, ну, почему бы нет? Есть такая популярная практика у всех, называется энергетическая чистка. Вот я знаю, что очень многие девушки точно этим занимаются. Вот раз в месяц ты из каждой комнаты должен выбросить 60 предметов, которые ты не пользуешься. Там чеки, заканчивающаяся зубная паста. Вот ты это все выкинул, и вот твоя энергетика обновилась. И вот для нового прекрасного оно сейчас. А почему именно 60? Я не знаю, я почему-то 60 выбрасываю, не знаю. Вот это вот секрет моей чистой энергетики, видимо. Вот. И ты такая счастливая, обновленная, идешь на мусорку, все это выкинула и готова к счастью. Вот я так делаю, честно. Красные трусы повесить на люстру. Знаешь, такие практики. Это уже совет на том, где золотой. И тоже будет счастье, и будет все хорошо. Там, где грязь, там, где мусор, там бедность и нищета. Мне подсказывают, что наша кожета уже почти готова вернуться из тайной комнаты в студию. И у нее есть информация, которая некоторым в этой студии не понравится. Развязка близка, а сразу после рекламы узнаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот шикарный особняк на берегу Клязьминского водохранилища достался Анне в наследство от дедушки. С того момента, как Анна въехала в дом, ее жизнь в этом доме стала невыносимой. В своих неудачах она обвиняет свекровь. Я действительно вас боюсь. С удовольствием отравил, но не могу. Мне приходится ходить по модалкам, но ничего не помогает. То есть я уже вплоть до телевидения дошла, но она колдует. Свекровь считает, что проблема исходит от самой Анны. Самое лучшее бы счастье, с ней было бы развестись. Муж Анны подозревает подругу. Считает, что она настраивает супругу против него и водит по гадалкам. Алин, мне вот всегда вот честно, мне непонятно, почему ты всегда настраиваешь Аню против меня? Аня говорит, у меня такая ситуация сложная, мне плохо психологически. Как бы если сложно, там не бросить же человека. Среди всех этих обвинений потомственная шаманка Кажетта в тайной комнате, кажется, увидела корень всех бед. Каждый день в этом доме скандалы. Каждый по-разному кушает. Так что же на самом деле происходит со злополучным домом? И кто в этом виноват? Вы сможете к адуне шоу. Тема нашей программы сегодня – наследство от дедушки. За время рекламы Кажетта вернулась в студию. Давайте послушаем, что она нам расскажет. Но перед тем, как ты приступишь к вердикту, Кажетт, мне вот хочется, чтобы ты в двух словах рассказала про… Что ты увидела про эти предметы? Ну, я расческу увидела взрослая женщина. Так. Вот. И вам надо почистить мысли, вы всех обвиняете в колдовстве. Это нехорошо, это грех большой. Потому что в вашем доме дочь и сын, у них нет любви, у вас из дому как вот чаши разбиваются. Парень очень упертый, очень сложный он. Ему надо менять вообще свое мышление. У него раньше было столько благостных духов, сейчас ни одного духа не осталось. Он стал конфликтным. Не обижайся на меня. Дух достатка с тобой не дружит. Он все время, у него переживания из-за денег. Я прям вижу, когда это он нервничает сильно. Кольцо, она все время переживает, что ее муж бросит, и они разведутся. Это чье кольцо? Мое, ну вроде не переживаю. Ну не знаю, у вас трое детей было писано по писанию. Вы должны были родить трое, у вас двое, да, сейчас? Один, но он хочет трое. У вас двое у вас будет. Все впереди. Вот это очень хорошая женщина, очень хорошая. Ты всегда обвиняема, не знаю, ты все время гонимая. Будьте осторожны, слишком много... Вот кому-то поможешь, потом тебя обвинят. Не лезь своим добротом к людям. И никакой порчи нету. Порчи дома нету. У вас дома не живет любовь. Не обижайтесь на меня. Вам надо чистить дом, позвать домой священника. Бабушке дом уходит. Она просит, чтобы вы дома в неделю один раз пекли хлеб. Запаха хлеба нет. Раньше в этом доме пеклись хлеба. В этом доме был какой-то дух достатка. Сейчас в этом доме у вас каждый по углам кушаете. Нету в доме браката. А вот по Владу ты увидела, бросит в итоге или не бросит? Ну, я вижу, что у вас кармический союз. Но тебе, Влад, надо менять свое отношение к жизни. У тебя руки пустые. Если ты так дальше будешь жить, ну, будет все тяжело. Идти со здоровьем. И в семье тяжело будет идти. Меняй свое мышление. Потому что твои реки не доходят до океана. Твои просьбы не доходят до Бога. И страшно жадный ты. Не жадничай. Я правильно тебя услышал. На доме порчи никакой нет. Проклятий нет. Нет. Вот у вас после вердикта Кажеты нет желания как-то извиниться друг перед другом. Потому что друг друга все это время обвиняли. Вы на свекровь наезжали. Свекровь еще на кого-то. Была там на Алину. У меня есть желание, ну, извиниться перед Алиной. Спасибо, Кажета. Всех подозреваем. Ну, спасибо. Может быть, это вот, понимаете, это какое-то безумие. Алин. А ты думай, живи с мужем. С ним две половинки одного целого. Да, мы любим друг друга. На, у вас будет еще ребенок. Спасибо. Я тоже хочу извиниться перед Валентиной Ивановной, что думала на нее. Хочу с ней помириться, найти взаимопонимание. И перед теми мужчинами, которые, возможно, не получили оплату, я готова расплатиться за дедушку или за кто, ну, как бы, занимался строительством. Действительно, вот, ну, простите, пожалуйста. Валентин Ивановна, давайте. Честно, я верю, на самом деле, в то, что после сегодняшней программы в вашей жизни, наконец-то, наступит мир. Дом наполняем мы сами, каким он будет решать только вам. Что вы в него принесете, то в нем и останется. Поэтому приносите в дом больше любви, позитива и чаще наводите уборку. В чистоте злые духи не уживаются. Экстрасенсы подтвердят. Вы смотрели Кадони Шоу. Пока.